МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Всеобщее благо или удар для бюджета региона? Как идею об отмене транспортного налога восприняли жители края? То незаконные парковки, то самовольные клумбы. В Барнауле разгорелся очередной конфликт из-за раздела придомовой территории. Доступная дурь и родительская беспечность. На Алтае молодеет наркомания. Уже по традиции начнем выпуск с информации о коронавирусе. Среди всех россиян, которые умерли от этой инфекции, 80% пожилые люди старше 65 лет. Об этом накануне сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В нашем регионе сегодня скончались 4 пациента с диагнозом COVID-19. Также Попова сообщила, что среди россиян, которые сдали тест на антитела коронавирусу, 26% являются обладателями антител, при том, что большинство из них переболело бессимптомно. Это переворачивает прежнее представление о том, что антитела появляются только у тех пациентов, которые перенесли новую инфекцию в тяжелой форме. Добавим, что за сутки в Алтайском крае выявили 67 случаев заражения коронавирусом. В целом за 5 месяцев пандемии зафиксировано уже 11 523 случая. 970 жителей региона на данный момент продолжают лечение. А теперь к основным темам выпуска. Рубцовск дождался глобальной реконструкции дорог. На въезде в город планируют построить современную кольцевую развязку диаметром почти 90 метров. Перекресток с круговым движением обещают построить к октябрю. Он будет отвечать всем требованиям безопасности, заверяют в Министерстве транспорта края. Развязку благоустроят, возведут новую систему водоотвода и 30-метровую металлическую мачту с освещением. Стоимость строительства дорожного кольца пока не озвучивают, но известно, что деньги выделены из федерального бюджета. Между тем, с 2021 года могут отменить транспортный налог. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Соотечественники, в том числе жители Алтайского края, сейчас активно обсуждают эту идею. Как к инициативе отнеслись земляки и каким образом отмена налога может отразиться на социально-экономическом положении нашего региона. Пыталась разобраться Анастасия Дороган. Транспортный налог хотя бы пусть отменят. Мы платим и за дороги, и за все. Транспортный налог пора ликвидировать. Так считают многие барнаульцы. Идею о его отмене слышат не один десяток лет, но актуальности она не теряет наоборот. В Алтайском крае этот вопрос – головная боль для полумиллиона автомобилистов. Уверены, исчисляют его неправильно, отчего и суммы немаленькие. Максимум налоговой ставки – 150 рублей за лошадиную силу – распространяется на авто мощностью свыше 250 лошадей. Свыше 200 лошадей – 60 рублей, свыше 100 – 20. И мощных машин в крае, по данным налоговой службы, все больше. Поэтому на 3-5 процентов ежегодно растет и объем денежных срезов с налога на транспорт. За 2018 год это два с небольшим миллиарда рублей. В разрезе доходов краевого бюджета этот вид поступления на пятой строчке. Те же акцизы, в том числе на топливо, на втором месте. Скорее всего, их доля при отмене налога на транспорт вырастет, говорят законотворцы. Поэтому, считают депутаты, отменять транспортный налог надо постепенно, а не резко на следующий год. Бизнес должен понимать, какие-то не бы налоги, что они будут стабильны. И он должен знать, что будет дальше. Если это будут изменения, через сколько лет будут изменения, понимаете? А не так, потому что многие же связаны с перевозками, с грузоперевозкой, с пассажирским перевозком. Правильнее будет включить его в стоимость бензина, ну, топлива. Потому что кто много ездит, соответственно, много платит. Кто мало ездит, тот, соответственно, мало платит. Логику в этом видят и в топливном союзе края. Отказаться совсем от налога не получится, ведь он пополняет дорожные фонды края. Можно, конечно, надеяться на увеличение дотации из федерации, но их у нас и так 50%. Но есть и другие варианты решений, по зарубежному примеру. Чем мощнее автомобиль, тем больше налог. Покупаешь автомобиль, условно, за 10 тысяч евро. Транспортный налог от 105 до 180% стоимости автомобиля. Он платится раз, но это огромная сумма, которая... Ну, и еще ряд стран, которые можно привезти, которые платят разово при покупке от 5 до 10% стоимости автомобиля. А пока налог на транспорт – обязательная повинность для всех. Другой вопрос, что исправно. Налог оплачивают далеко не все. С 2015 года алтайские автомобилисты задолжали в бюджет региона почти полтора миллиарда рублей. У меня машина не мощная. И налог я за нее, честно сказать, не получил, но в масштабах у меня была другая машина. Ну, это нормально, получается, что семейный бюджет страдает же. Настолько, что четверть доходов семьи за месяц сможет уходить только на этот налог. К слову, ставка для его расчета в Новосибирске и Кемеровской областях гораздо ниже. Причина, объясняют парламентарии, в том, что соседние регионы менее дотационны. Анастасия Драган, Николай Шелко, Александр Антропов. День с толком. Наш следующий сюжет еще об одной актуальной проблеме, которая также касается многих жителей города. В Барнауле все чаще стали разгораться конфликты из-за захвата общей территории по дворах многоэтажек. На этот раз камнем преткновения стали цветочные клумбы. Подробности в сюжете София Яценко. Оставили вот эти, и поэтому жильцам деваться просто некуда. Возле второго подъезда дома на Георгиева 41 при всем желании больше не припаркуешься. Не дадут вот эти новенькие клумбы. Как выяснилось, установили их не столько для красоты, а как барьер. Вот только нужно ли это жильцам, спросить забыли. Управляющая компания, в принципе, берет на себя обязательства, игнорируя мнение народа, который, в принципе, платит ей за обслуживание. Но переживают собственники не столько за парковку, сколько за возможные последствия. Скорых еще не было, но, возможно, думаю, они будут мешать наткнуться в один прекрасный момент. Не знаю, как так же и пожарные машины, и уборка снега не за горами. Так что не знаю, как это будет дальше. Ну, жильцы не в восторге. По словам инициативной группы во главе с возмущенной Татьяной Лопатиной, барьер установили после обращения другой – жительницы дома в администрацию индустриального района. Татьяна Степановна, она переобувается у нас прям быстро очень в воздухе. Она до этого кричала, что их надо поставить. Вот, она же настроила эту женщину с первого этажа написать в администрацию. Но единственное, чем мы все возмущены, что глава администрации Татьянин, почему он идет навстречу, не хочет ссориться с жильцами, это же делается за счет жильцов, соответственно, это, ну, он не имеет таких полномочий. Почему установили вазоны без коллективного решения собственников дома, в администрации комментировать отказались. А вот в управляющей компании пояснили, просьбы установить околоподъездные барьеры поступали на протяжении двух лет. Таким образом, обращающийся хотел, чтобы автовладельцы ставили машины подальше от подъезда. Если смотреть, например, Санпин, то от фасада жилого дома автостоянки вместимостью 10 и менее автомобилей должны располагаться на расстоянии 10 метров от фасада здания. К сожалению, вот здесь это было нарушение, потому что парковались очень вблизи многоквартирного дома. Расстояние было там буквально 1-1,5 метра. Но любое действие на придомовой территории, пояснил юрист, управляющая компания обязана согласовывать с собственниками. Если таким образом, с использованием клумб под видом благоустройства, создаются условия для невозможности проезда транспорта, то есть одно по факту прикрывается другим, то здесь уже, соответственно, нужно провести исследование и в таком случае обращаться в суд. Пока жильцы надеются, что руководство обслуживающей организации уберет цветочное препятствие, не доводя дело до суда. В противном случае, говорят люди, будут идти до конца. К слову, компания «Эталон» за последнее время засветилась и еще в одном конфликте. В начале августа произошел скандал из-за незаконной парковки. Несколько жильцов засыпали щебнем часть дворовой территории и оградили себе цепями место под машины. Буквально в грубой форме, силой заставили меня убрать свою машину. Я говорю, а у вас какие основания? Почему вы будете здесь стоять? Мы живем в этом доме. Я живу, говорят, в этом доме, здесь моя машина, я буду здесь стоять. Парковку, как и цветочные клумбы, управляющая компания установила без проведения общего собрания жильцов. После выхода сюжета об этой проблеме решили таки его провести. Но точка в деле еще не поставлена. Люди разбились на два противоборствующих лагеря. Заметим, что конфликты из-за захвата общедомовой территории в Барнауле происходят все чаще. Одни принимают решения, не спрашивая мнения других. Последние настаивают. Земля общая, а значит и распоряжаться ею нужно сообща. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком. К другим темам. 300 миллионов рублей. Такую поддержку окажут федеральные власти сельскохозяйственным предприятиям края, которые пострадали от летней засухи. Об этом стало известно в ходе видеоселектора, который состоялся накануне. В нем принимал участие зампредседателя легионального правительства Александр Лукьянов. В документах, которые наш регион предоставил Минтельхоз России, была описана ситуация, сложившаяся на Алтае в этом году. От засухи пострадало 240 хозяйств в 30 районах края. Общая площадь, на которой погибли посевы, превысила 150 тысяч гектаров. Общий материальный ущерб по предварительным данным оценивается в 687 миллионов рублей. 300 миллионов дотаций из федерации поделят между хозяйствами, которые пострадали от засухи больше всего. К слову, введенный 10 июля режим ЧС до сих пор сохраняется в 30 муниципалитетах региона. Жители поселка Новый Зори Павловского района жалуются на вонь. По мнению людей, воздух отравляет местная птицефабрика. Так ли это, разбиралась Анастасия Дорога. Свежего воздуха требуют жители целого поселка Новый Зори. Большинство уверены, травит их соседняя птицефабрика. Расположена она в черте населенного пункта, так что все ветра дуют в окна людям. Этот мужчина установил бы фильтр в цех варки. Варят же еще потроха на убойном, вот этот мясной запах. Рыгать можно, аж прям как потянет бывает. Однако у каждого жителя поселка своя версия источника вони. Очистные ямы. В яму трактором вываливают навоз, курин. И постоянно такой запах? Ну, периодически. Что это за запах? Птицефабрика. Птицефабрику. Но вам он не мешает, видимо? Нет. Со слов жителей, неприятный запах от птицефабрики был всегда предприятию, к слову, больше полувека. Более того, оно градообразующее. Неизвестно, есть ли у руководства фабрики планы модернизировать производство, чтобы устранить запахи. Комментировать не желают. А местные, видимо, смирились с такими издержками, как запах. Жалуются редко и в устной форме. А у властей свой ответ. Есть определенные площади, которые отведены официально под помет охранения. Есть определенный хронологический порядок работы с этими хранилищами. И вот птицефабрика всегда выполняла и выполняет. А вот эти ямы с пометом, их не планируется подальше как-то перенести? В том месте это довольно тяжело сделать, во-первых. Во-вторых, не планировали, обращений таких не было. Впрочем, жители жалуются не только на запах от фабрики. Выяснилось, что в поселке целый букет ароматов от разных источников. Здесь свалка. Там работает человек специально и жгет ее. Ночью, если ветра нет, постоянно вот это гарь. Нечистотами. Но в районной администрации заверяют, разбирательство проведут, если от людей поступят официальные жалобы. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. Алтайский Росприроднадзор будет вновь выяснять причины изменения цвета реки Пивоварка в Барнауле. Надзорное ведомство планирует провести пробы воды, которая на днях вновь окрасилась в молочный цвет. Фото мутно-белой пивоварки облетела социальные сети пару дней назад. Любоваться молочными реками можно было на улице Фурманово. Правда, сегодня вода вернула свой привычно грязный цвет. Но это не значит, по мнению экологов, что река очистилась от вредных примесей. Река, она то и река, она несет эти химические элементы, эти опасные вещества вниз по течению. В конце концов, они все оказываются в реке Оль. И все, что ниже нас располагается, получает дозу этого загрязнения. Делать залповый сброс в реку стали еще в 2015 году. В 2018 жители поселка Кирова сообщили о резко побелевшей пивоварке. Тогда в воде были превышены предельно допустимые концентрации титана, алюминия и нефтепродуктов. Это только в полномочиях, собственно говоря, государственных органов, надзорных органов, профильных, выявлять и пресекать, и привлекать, в том числе, нарушителей к ответственности. Но поскольку это продолжается, значит, этот источник по-прежнему существует, по-прежнему к нему должны, необходимые меры не приняты, и продолжается это безобразие. Беда не только в единичных загрязняющих выбросах сетуют экологи, но и в бытовых отходах, которые ежедневно скидывают в некогда чистейшую реку. Все кому не лень. Старожилы рассказывали, что еще в 19 веке из пивоварки черпали воду и со спокойной душой пили. Сейчас же, глядя на эту грязную лужу, сложно себе представить, что когда-нибудь это вновь произойдет. Валентина Аскерова, Александр Андропов. День с толком. А вот корреспондент Мария Микшута тоже не представляла, насколько сложна профессия спасателя. Она отважилась на эксперимент, чтобы прочувствовать на себе, каково это быть огнеборцем. Комбинезон, куртка, ремень и краги – так называют защитные перчатки для огнеборцев. Помогает надеть офицер. Вещи пахнут дымом, сразу чувствуется, не раз побывали в бою. За спиной тяжелый баллон с сжатым воздухом. Экипировку спасатели надевают за считанные секунды, а вот мы кое-как уложились пять минут. Первое испытание – войти в горящую избу. Теплодымокамера – своего рода тест на профпригодность. К слову, это один из обязательных комплексов для тренировки пожарных. С помощью него отрабатывают психологическую устойчивость и проверяют реакцию в экстремальных условиях. Войти в дым – строго и кратко звучит задание главного инструктора. В лабиринте кромешная темнота, подвозь сирены и крики людей о помощи. Необходимо быстро найти дорогу и преодолеть все препятствия. Главное – не сбить дыхание в противогазе. Видимость практически нулевая. Выход за тобой! Выход за тобой! Запаниковал, провалил тест, а в жизни и сам погибнешь. У людей из пожара не выведешь. Там был дым, там была темнота. И определенный страх. Ну вот я люблю побороть свой страх, поэтому, ну вот, мне казалось, на полпути нас сейчас оттуда откроется дверь, будет светло, нас выпустят, а ничего подобного. Тренировки максимально приближены к реальным условиям на пожаре. Тут и общая физподготовка, и работа на высотах. Вот так, например, поднимаются пожарные в корзине стрелы на многоэтажку. Высоты уже не боятся. Спецодежда пожарных тяжелая, в ней очень жарко. Вот, например, такой костюм, как на мне, весит 17 килограмм. В таких условиях спасатели работают каждый день. Вот только пожар у них не искусственный, а настоящий. Все оборудование очень тяжелое. Направлять гидранты на уровень третьего-четвертого этажа весело лишь до поры, пока не осознаешь, что пожарные живут так каждый день. Характер. Чтобы не отступить назад. В принципе, как везде в нашей погоде. Ну и физподготовка, само собой. Самый главный характер – морально-волевые качества. Не поддаваться панике. Собственно, все. От поиска пострадавших, видимо, непригодной для дыхания среде, до ликвидации последствий ДТП, эвакуации. Из покореженных машин эвакуации с высоты. Только в этом году в Край спасатели потушили более 10 тысяч пожаров. Каждый день их рабочая смена и табек за временем важно успеть. Ведь не только минуты, но и секунды имеют значение, когда речь идет о жизнях людей. Призвание спасать – дело тяжелое и гиперответственное. Проверено толком. Барнаул должен носить звание «Город трудовой доблести». Эту идею накануне поддержали депутаты Краевого законодательного собрания. Напомним, ранее столица края не попала в список сибирских городов, которым этот статус присвоили. Но рядовые барнаульцы и власти намерены добиваться, по их мнению, заслуженного звания. После того, как Краевая столица не вошла в список достойных званий трудовой доблести городов, ее жители и руководство решили, что ситуацию нужно менять. Власти провели большую работу в архивах, чтобы найти документы, подтверждающие заслуги барнаульцев в приближении победы в Великой Отечественной. И нашли. Таких примеров более трехсот. К тому же горожане настаивают – мы заслуживаем особого звания. Как говорят, каждый пятый патрон был барнаульский, по-моему, да? Ну, по-моему, да. Ну, а потом, вообще, там еще кроме и патронного звода было много оборонных заводов. Поэтому признак, я считаю, вполне он достойный. Мы поставляли, так скажем, кадры для войны. А во-вторых, действительно, здесь было очень много сосредоточено предприятий, которые работали на оборонную промышленность и которые перенесли из других регионов. Краеведы и историки свое мнение однозначно «за» высказали еще в июне, до голосования за города. По их мнению, сотрудники Меланджевого комбината, станкостроительного, вагоноремонтного и других эвакуированных заводов, безусловно, внесли неоценимый вклад в победу. А что такое эвакуированный завод? Вот, когда фотографии смотришь, ты удивляешься. Это обрезки кабелей, это обрезки арматуры. То есть, вот как срезали, убегая от захватчиков. Вот это то, что успели срезать, скидали на вагон навалом. И вот это все, вот из всего этого сделали промышленные гиганты, которые давали такую важную продукцию. А не будь половины патронов в Барнаульске. Правда, одного желания горожан оказалось мало. Чтобы наши ходатайства одобрили сначала в Российской Академии Наук, а затем и президент, инициативу должны поддержать губернатор и депутаты. Виктор Томенко поддержал еще 19 августа. Накануне это сделали и парламентарии на заседании сессии. Глава города поблагодарил их за такое решение и добавил, что мэрия, основываясь на желании горожан, в ближайшее время планирует восстановить надпись «Барнаул орденоносный», которая долгие годы располагалась на крыше этого здания. Надо определиться с местом, где они будут установлены, исходя из того опыта, что не надо их ставить на крыши чужих домов и так далее. Но так сложилось в законодательстве сегодня. Я думаю, что жители откликнутся на это, они поучаствуют в принятии решения. Ну а что касается присвоения «Барнаулу» звания «Город трудовой доблести», то пакет документов с ходатайством, куда вошли сотни листов архивных материалов, а подвиги наших жителей в тылу отправят в Москву. Ждем решения федерации и надеемся на положительный результат. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. И еще одна инициатива власти города – включить в школьную программу предмет «Барнауловедение». Вернуть дисциплину, посвященную изучению истории столицы края, поручил глава Барнаула Вячеслав Франк. Пока, правда, непонятно, как скоро это решение будет исполнено, но, по словам мэра, вести его нужно обязательно, так как у большинства учеников знания о Барнауле весьма поверхностные. Наркомания молодеет. В крае только по официальным данным страшный диагноз подтвержден у нескольких сотен детей. По мнению специалистов, причину социальной проблемы несколько. Подробнее об этом расскажет Никита Ермаков. Все, пошли. На первый взгляд, для непосвященного это обычные дети, но за каждым из них совсем не детская история. В свои 16, 14, а самому младшему 9 лет, они познали, что такое зависимость от алкоголя и наркотиков. Юлия, имя девушки изменено, проходит лечение в наркодиспансере уже второй раз. На протяжении года она употребляла смертельно опасный синтетический наркотик. Говорит, затянула плохая компания из школы. Мы списывали с ними, вот, и, типа, они писали, типа, будешь? Я такая, ну, да, можно. Все, я к ним приезжала, и мы курили. Ну, я тут второй раз, и, типа, вот, мне лечили первый раз, мне помогло, но потом я просто сорвалась. Мне написал вдруг, и такой, типа, будешь? Я, ну, давай. И сорвалась. Юля уверена, что она больше не вернется к пагубной привычке, но сложно сказать, насколько осознанно ее решение. Синтетика, по словам специалистов, искажает сознание, угнетает еще неокрепшую нервную систему и разрушает клетки мозга. Отдает ли отчет своим действиям другой наш герой, 15-летний Сергей, который употреблял запрещенные растения, тоже не до конца понятно, даже специалистам. Ну, нашел в интернете рецепт, как пагать, и все. Потом я съел, и, ну, это было два месяца назад. Потом еще понравилось и захотелось, и все. Нас поймали, и все. А до этого, ну, друзья наши, мы же вчетвером нас поймали, они-то в первый раз попались с ней. Вот, им ничего не сделают, можно сказать. А вот нас хлопнули. Мне сказали то, что я тут буду 60 дней. Второго раза я не хочу так. Эксперты говорят, употребление наркотиков среди подростков распространенное явление. Только на официальном учете в диспансере состоит несколько сотен детей. Сценарий, как правило, один. Плохая компания, алкоголь, либо летучие вещества. И, как итог, психотропные. Доходит до того, что дети сами заказывают в интернете закладки или даже воруют их у потребителей. Страшная реальность пациентов наркодиспансера, говорят специалисты. Они призывают взрослых, не доводите до такого. Следите за своими детьми, общайтесь с ними. Когда нет выстроенных взаимоуважающих отношений между родителями и детьми. Когда нет понимания, когда родители не живут интересами детей. Многие объясняют нам этим, что у них просто не хватает времени заниматься с детьми. И тогда тревожный сигнал всегда мы объясняем родителям, когда ребята начинают забрасывать полезные увлечения. За год в наркодиспансере региона для несовершеннолетних проходят лечение порядка ста юных зависимых. Оказывают и медикаментозную, и психологическую помощь, стараясь вернуть детей в социум и к нормальному образу жизни. Правда, сделать это порой очень сложно. Все время появляются новые виды наркотиков, впоследствии от которых специалистам даже оценить удается не сразу. Не то, что лечить. Знакомство с опасными веществами, говорят наркологи, лучше совсем не допускать. И в этом смысле лучшая профилактика – забота и любовь к своему чаду. Никита Романков, Алексей Фризин. День с толком. Ну и в завершении выпуска единственную площадку о бизнесе и для бизнеса на форуме «Алтай. Территория развития» в этом году представит центр «Мой бизнес». Онлайн-трансляции, треки по 40 минут пройдут 12 и 13 сентября. После обсуждения проектов среди экспертов – известные предприниматели федерального уровня, достигшие высот в своей сфере. Они обещают поделиться с начинающими и действующими предпринимателями секретами о том, как продуктивно пережить период кризиса и всевозможных изменений. О том, что сейчас мы переходим на более короткое планирование бизнеса и уже отличается от ранее как долгосрочного планирования. И, конечно, мы адаптировали. Также у нас добавлен модуль, трек о том, как продавать в онлайн-формате в плане того, что как предпринимателю при онлайн-переговорах уметь правильно продавать свой продукт. В форуме предполагается участие свыше 300 молодых лидеров со всей России. Впервые в этом году снижен возрастной ценз на заявку. Теперь АТР доступен для молодых людей, начиная уже с 16 лет. Кстати, после работы площадки «Мой бизнес-2019» на АТР 30% участников создали свой бизнес и успешно его развивают и сейчас. Елена Макаренко, Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком. А на этом у меня все. Звоните нам в редакцию по телефону 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok